Массаж триггерной точки в шейно-воротниковой зоне. Во-первых, нам нужно хорошенечко пропалпировать шейно-воротниковую зону и найти ту самую триггерную точку. Чаще всего ее можно найти в области верхней части трапециевидной мышцы или же очень часто в области ромбоидных мышц и леватор скапула. В данном случае у нас сгусток перенапряжения и плотная структура находятся в области трапециевидной мышцы. Соответственно, перкуссиометром начинаем разогревать ткани по периметру. Включаем первую скорость и аккуратненько прорабатываем мышцы вокруг. Напоминаю, что ни в коем случае не заходим на костные структуры. Работаем по мягким тканям. Касательно выбора насадок. Напоминаю, что разогрев мы делаем всегда с мягкой насадкой, прорезиненной. Наша цель в самом щадящем режиме на первой скорости подготовить ткани к работе. Далее делаем замену насадки. Можно перейти на насадочку с меньшим диаметром. Соответственно, она будет развивать большее давление. И уже на второй скорости начинаем обрабатывать непосредственно саму триггерную точку. Достаточно просто положить аппарат поверх триггерной точки. И вес аппарата будет работать нам на благо. Если аппарат входит в резонанс, имеет смысл поменять частоту. На второй мощности у нас отпрыгивал немножечко аппарат, поэтому перешли на третью. Тебе комфортно? Больно. Больновато. Стараемся не провоцировать неприятные ощущения. Ищем позицию и тела, и аппарата так, чтобы было максимально комфортно. В среднем достаточно проработать в течение 30 секунд. Подготовка примерно 30 секунд. И сама процедура по увеличению мягкости точки тоже примерно 30 секунд. Эти интервалы времени могут отличаться. Все зависит от степени запущенности. Чем дольше пациент терпел, не обращался с проблемой, тем дольше надо будет проработать эту точку. И наоборот. Если пришел быстро, соответственно, интервал временной можем делать короче. Как понять, что вы закончили? Возвращаемся к палплации сегмента. И если вы почувствовали, что точка стала мягче или ушла совсем, вы закончили. Помимо работы с перкуссиометром, вы можете обеспечить статическое давление своими мощными пальчиками. Принцип тот же. Держим, пока структура не станет мягче. Параллельно интересуемся, как ощущает пациент. И в тот момент, когда боль как таковая снизилась, осталось только чувство давления, процедуру можно заканчивать. И плавно осуществляем декомпрессию. И возвращаемся к исходному состоянию. Да, напоминаю, что аппарат аппаратом, а мягкие техники мануальные. Они всегда хорошо дружат в комбинации. Да, можно проработать дополнительно точку плавными движениями. Можно усилить давление, используя свой собственный локоть. Можно использовать различные инструменты, блейды и разные массажные изделия. Прекрасно.